Я сразу хочу обозначить, что в программах я написана как Литва, на самом деле я белорусский исследователь, я работаю в Белорусском университете, который был перемещен, университет возгнаний, который работает в Литве, в Вильнюсе, и темы всех моих исследований связаны с Белоруссией. Прежний наш проект, некоторые фрагменты из которого были представлены на утреннем заседании Ириной Маховской, был «Мир. История. Местечко. Рассказанное его жителями». Мы опубликовали эту книгу, возможно белорусы видели эту книгу, и мы записывали воспоминания людей о 30-х годах, о войне, о послевоенной жизни, и эту историю нам рассказывали белорусы. В этих историях очень много было евреев, очень много было еврейской истории, но мы прекрасно осознавали, что эта история евреев рассказана белорусами. Тем не менее, мы посчитали нужным опубликовать эти рассказы о еврейской жизни, то, как видели это белорусы, и в качестве такой компенсации того, что из евреев уже никто не мог рассказать эту историю, были письма, которые были написаны еще в 30-е годы, и воспоминания о Холокосте в мире, то есть это составило дополнение такое. Польский музей «Виртуальный штеттл» проводил такую экспедицию по местечкам Белоруссии, искали следы вот этой самой еврейской истории, синагоги, кладбища. В этой экспедиции была я, и когда мы приехали в город Бобруйск, здесь, конечно, была совершенно другая история, потому как оказалось, что организация такая Хесетт объединяет большое количество пожилых евреев, и что было особенно поразительно, что никто не проводил с ними, не записывал никакие интервью. Вот мне показалось, они здесь все собраны в одном месте, то есть даже специально искать не надо, есть все адреса, ябки, пароли, можно прийти к этим людям, и они расскажут свою жизнь. Вот так родилась эта идея, и в 2013 году была проведена эта экспедиция, мы записали 76 интервью, и в основном это люди именно 20-х, начало 30-х годов, то есть это достаточно пожилые люди, все они, конечно, выжили, потому что они были в эмиграции, в эвакуации. Эвакуация это была, по сути, бешенством, конечно, и рассказать то, что было в годы войны здесь, в Бобруйске, они, конечно, не могли. Единственное исключение составляет книга такая мемуарная Владимира Ротта, который, будучи венгерским евреем, воспринимался местным сообществом как венгр, а не как еврей, и он написал свою книгу именно вот, что происходило в Бобруйске в годы войны. Город Бобруйск сам по себе, наверное, место такое известное, место довольно знаковое. Воспет он еще был и Ильфом, и Петровым в золотом теленке, и мы знаем прекрасно Абрама Рабкина работы этой картины, и его книга «Вниз по шоссейной», и «Эфраима Севела. Легенда инвалидной улицы», и, конечно, «Сола Шульман. Променад по социалке». И также, вероятно, кто из Беларуси прекрасно помнит, что именно Бобруйск, а не Минск, где количественно в послевоенные годы жило больше всего евреев, тем не менее, именно Бобруйск имел имидж столицы советского еврейства. И я помню даже со своего детства, что в шутку Бобруйск называли Биробиджаном, а евреев называли именно здесь градообразующей национальностью. И белорусы, и евреи, когда рассказывают, они, в общем, всячески подчеркивают, что именно евреи – это центральная такая, в общем, компонента, да, это их город прежде всего. И когда мы говорим о послевоенном времени, о возвращении из эвакуации, здесь очень важный момент, что для выживших евреев, именно даже окружающих местечек, а не только тех, кто эвакуировался из Бобруйска, Бобруйск стал таким местом притяжения. В местечках, где раньше были все свои, где были евреи, как правило, не осталось никого. И, как сами информанты рассказывают, остаться там значило жить на кладбище. Мало того, ты встречал вот этот взгляд, если ваших всех убили, почему ты выжил? Поэтому, собственно говоря, Бобруйск становится местом притяжения. Сюда собираются, сюда перебираются. И, процитирую опять же, перебираясь в Бобруйск, евреи хорошо знали, что там много евреев, знали, что там легче будет, там свои ощущения, что ты среди своих. И здесь также интересный еще момент, на мой взгляд, именно на Бобруйское еврейское кладбище были перезахоронены останки убитых евреев из ближайших местечек и даже из некоторых городов не только Могилевской области, но и Гомельской. Собственно говоря, целью такой масштабной, довольно амбициозной данного исследования, данного проекта была попытка изучить вот эту самую послевоенную жизнь с точки зрения вот этой эвакуации, возвращения из эвакуации, антисемитизма и эмиграции, которая все-таки, наверное, несколько уменьшает вот этот еврейский опыт после войны. И мы знаем, что анализ послевоенного антисемитизма и насилия имеет, конечно, первостепенное значение, о чем свидетельствует и то большое количество работ, которые имеются на сегодняшний день. Но интересным также является изучение того, как происходило вот это самое возвращение евреев из эвакуации и как они адаптировались в этих условиях. То есть оставляли они город один, вернулись они в совершенно другой город. Как они пытались вернуться к тому, что мы условно можем назвать нормальностью или адаптироваться вот к этим новым условиям. И очень интересно тоже, на мой взгляд, какие факторы выступили в роли интегрирующих для еврейского сообщества в послевоенные годы. Что значило быть евреем в эти годы? Собственно говоря, какие такие центры, какие такие места, какие такие площадки могли стать тем местом, где можно было встречаться в еврейском контексте? Очень интересна, конечно, история Бобруйской синагоги, которая могла стать такой альтернативой подпольной религиозной жизни. Эта история очень интересна и довольно подробно описана Леонидом Смеловицким. Но, наверное, тоже многие знают эти его работы про Бобруйскую синагогу, знают, что эта история длилась три года. Местная община, получив обещание получить синагогу, в послевоенные годы собрала огромную сумму денег, 100 тысяч рублей, и за пару месяцев восстановила эту синагогу, а дальше продолжалась игра. Власти давали синагогу, потом забирали синагогу, и так несколько раз это было. И здесь очень интересный момент отметить, что совершенно очевидно противодействие местной власти. То есть каждый раз в пользу еврейской общины решение принималось на высшем уровне Совета Министров, либо это ходатайствовал о возвращении, опять очередном возвращении евреям из синагоги, представитель Совета по делам религиозных культов при Совете Министров. В то время как местные власти каждый раз под любым предлогом забирали эту синагогу. И здесь показательно, что... Эти данные приводит Мордехай Альшулер, что с направленных заявлений с просьбами о регистрации еврейских общин Украины удовлетворено было 42%, а Беларуси только 10%. Также информанты рассказывали нам о других, скажем так, светских местах. Но кроме синагоги, естественно, которая вот эти почти три года действовала, существовали все время и подпольные, тайные синагоги. Это даже как вот в короткие периоды времени не стало единственной, естественно, которая бы могла всех объединить. Весь период действовали синагоги. И здесь еще интересно, когда я читала материалы в архивах Совета по делам религиозных культов, постоянно упоминается выпечка мацы, и постоянно упоминается тот факт, что не могут локализовать, не могут вычислить, где это производится в Бобруйске. Один из наших информантов, Фальк Янкелевич Шкляр, назвал все места, объяснил это тем, что он был почтальоном, интегрированным довольно плотно в еврейскую жизнь того времени. Времени, к сожалению, очень мало. Нельзя рассказать про всех информантов, про всех историй. Сразу хочу сказать, что эта экспедиция, да, спасибо, очень важна была в том плане, что мы получили доступ к семейным альбомам в том числе. И эти семейные альбомы мы не просто сканировали, мы их сканировали в сопровождении семейных историй. Все эти материалы абсолютно доступны, поскольку экспедиция проводилась благодаря архиву, белорусский архив в устной истории. У них есть свой сайт, у них это, как это называется, это интернет, портал, в общем, цифровой архив, общий доступный, любой может зарегистрироваться. Их адрес нашапамять.орг. Там есть интервью всех информантов. Возле каждого информанта есть его альбом, его папка, то есть его документы, которые мы сканировали, фотографии, которые мы нашли, о которых истории нам также были рассказаны. И, конечно, вот эта потеря еврейской доминанты самими информантами связывается только с 1970-ми годами, когда в Бобруйске началось строительство шинного завода, приехало большое количество жителей из деревни на строительственную работу на этом шинном заводе. Ну и, конечно, 90-е годы, когда началась уже массовая эмиграция, это, в общем, закат еврейского Бобруйска, наверное. И самое интересное, что мы беседовали не только, конечно, с евреями, но и с представителями других национальностей, как они видели эту жизнь послевоенную. И полька по национальности Дыба Ядвига Николаевна отметила, евреи несли культуру в наш город. Культура ощущалась во всем. Они съехали, и город обеднел в плане культуры и в духовном плане. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо.